Искать горячительные напитки ночью нам будет помогать корней. Не то чтобы любитель выпить, но прекрасный актер-самоучка. Сначала попробуем купить спиртное изощренным способом. В Кемерове хитроумные предприниматели предлагают услугу «Алкоголь в подарок». Новую форму работы выбрала Кемеровская служба по заказу легкового автомобиля 2209. Помочь с покупкой спиртного ночью предлагает и сайт «Хелпдринк». Добрые люди привозят на дом сувенирную зажигалку, например, за 890 рублей и подарок – бутылку водки. Вроде как все законно, дарить алкоголь же никто не запрещает. Если посмотреть на вопрос формально, они закон не нарушают. И судебная практика, и даже законодательство идут по такому пути, как признание недопустимыми действий в обход закона. В случае судебных разбирательств я не исключаю, что суд может прийти к выводу, что действуют данные лица в обход закона. В общем, если захотеть, лавочку можно прикрыть. И, может быть, это уже произошло. Но сегодня ночью ни одна из этих контор не согласилась привезти нам спиртное. Мотивировали тем, что они пока приостановили свою деятельность. Но мы не отчаялись. Ровно в 24 часа отправились в путешествие по ночному городу. И первый магазин, который посетили – Томи на Красноармейской, 125. Что у тебя есть в разумных пределах водочки? 183. 183. Первая же попытка купить спиртное обернулась у дачи. И следующая точка – магазин «Клеопатра» на весенней, 21. Водка уже не продается. Время уже поднее. А сколько времени? Уже первый час ночи. Ой-ой-ой. Ну, тем более, нигде не купишь. Оказалось, здесь уважают законы. Несмотря на уговоры покупателя, продавцы оказались непреклонны. Не продадите потихоньку. Понял. Еще в двух магазинах «Семь ступенек» и «Березка» Корнею тоже отказали. Минуточки. На этом законопослушные продавцы закончились. Хотя выяснилось, что и законы-то они знают. И даже сами говорят о ночном запрете, но то ли по доброте душевной, то ли ради выручки идут навстречу покупателю. А что в выдачке моя продажа? Вы пораньше не могли купить? Нет. Вот только с работы. 175, 22, 22, 22, 22, 22. А, 175. Еще несколько бутылок мы купили в торговых точках «Шурик» на Ленина 2, «Вечер» на Кузнецком 83А, «Сибиряк» на «Сибиряков-гвардейцев» 189 и еще в трех павильонах на торговом пятачке по улице Свободы, «Беркут», «Фиеста» и «Перчик». Всего за эту ночь мы побывали в 10 магазинах «Наш улов» 7 бутылок водки и ни одного чека. Ну, такую что-нибудь, чтобы не шибко отравиться. А чек пробьете? Время, вы видели? А, вообще поздно с работы. Да-да, поздно. Понял, понял. Нарушаем. И эти покупки можно было считать удачей, если бы мы действительно хотели напиться. Но беда в том, что прийти в магазин и приобрести спиртное в любое время может кто угодно. Так что можно с уверенностью сказать, кто хочет выпить, тот всегда найдет. Сегодня мы убедились, продажа алкоголя в ночное время процветает, несмотря на запрет. Причем ведется она нелегально и полулегально. Предприниматели готовы прийти нам на помощь. В сфере, где крутятся большие деньги, безвыходных ситуаций не бывает. Лариса Михеева, Александр Белкин. Новости моего города.